Ровно месяц, 31 день, не знаем, где Ильдар. ЕСПЧ обязал Российскую Федерацию сообщить о его местонахождении до 9 января. Ждем. Свободу узиком болотной! Ильдар Дадин – активист, единственный осужденный по статье о неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий, которую правозащитники считают неконституционной. В конце 2015-го суд приговорил Дадина к 3 годам колонии общего режима. Затем срок снизили до 2,5 лет. В ноябре Дадин рассказал о пытках в колонии номер 7 в Карелии. Ко мне пришел начальник колонии Кассиев с тремя сотрудниками. Они вместе начали меня избивать. Всего избивали за этот день 4 раза, по 10-12 человек одновременно, били ногами. После третьего избиения опустили голову в унитаз прямо в камере ШИЗО. После вмешательства уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, активисты этапировали в другое исправительное учреждение. Последнее письмо от Ильдара датировано 4 декабря. Он писал его из Вологды, место временной пересылки. С тех пор о нахождении Дадина ничего не известно. Из Кирова отзванивались зэки и сказали, что в Кирове он пробыл несколько дней, после чего его отправили на восток, куда никто не знал. И потом была информация, что его перевезли на Алтай. Каким образом могли Ильдара везти на Алтай из Кирова? Там через Челябинск, Пермь. В Челябинске, Перми тоже его искали правозащитники, нигде его не нашли. То есть просто прямо люди идут и по всей колонии начинают ходить. Но нигде его не находят. Я не знаю, чем это просто объяснить. Это фрагмент разговора Анастасии Зотовой с заместителем начальников СИН Валерием Максименко. Где Ильдар Дадин? Чтобы хоть как-то прервать информационную блокаду, люди фотографируются с такими надписями и запускают хэштег в Твиттере. С нового года десятки постов. В кампанию против молчания в СИН включились правозащитники и журналисты. Сегодня запрос в службу отправил депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский. Ранее в понедельник главный редактор Эхо Москвы Алексей Венедиктов. С письмом в Федеральную службу исполнения наказания обратился и глава движения за право человека Лев Пономарев. Таких как Дадин, кто подвергался пыткам в карельских колониях и не побоялся рассказать об этом, еще как минимум 11 человек. Шестеро из них до сих пор находятся в той же седьмой колонии, откуда вывезли Ильдара. Заключенные, рассказавшие о своих проблемах, стали получать недвусмысленные угрозы. Но следователи, которые проводят проверки их слов, отказываются возбуждать дела. Последний такой отказ адвокаты заключенных получили накануне Нового года, 30 декабря. В самом ФСИН комментировать этап Ильдара Дадина и его пропажу отказываются, ссылаясь на то, что не имеют права раскрывать такую информацию, и утверждают, что все делают ради личной безопасности заключенного. Но и у простого письма, отправленного почтой России, есть порядковый номер, и можно отследить его местонахождение. Найти живого человека, посланного по этапу, нельзя даже его родным.